Валентина Короляк 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 кандидатов трое, и мы не имеем возможности использовать все время для того, чтобы вам разъяснить свою программу. Если кандидаты приглашены были и отказались, это их право, они не воспользовались, и мы должны в закон внести эти изменения, и в этом случае все это время, которое предусмотрено, для всех мы должны использовать те, которые пришли на эти дебаты. В основе своей программы у меня более 20 законов и законопроектов, которые ключевым образом отличаются от того, что сегодня есть. Я основные хочу несколько выделить, которые я считаю, что нужно в срочном порядке делать. Это первое, это предлагаю административно-территориальную реформу провести в ГАИУЗИ, не ждать, когда Кишинев это сделает по своей формуле. То есть мы, если это не сделаем сами, то коряво сделают для нас. Дальше. Я предлагаю сократить количество депутатов Народного Собрания и сделать профессиональное Народное Собрание для того, чтобы можно было требовать у этого депутата, чем он занимался все эти четыре года. Потому что большинство из них говорят, извините, мы там, лидерские ходят предприятия, у меня урожай, что я буду ездить на эти заседания и так далее. Я его понимаю, но если он не может ездить, он должен уйти, должны приходить те, которые имеют время заниматься этой работой. Эта работа ответственная. Дальше. Я считаю, что уже изжили себя районы. Надо сократить районы. И все эти деньги за счет того, что в ГАИУЗИ мы сделаем, скажем так, сэкономим на этих структурах, мы должны направить на питание детей, которые мы лишили необоснованно сегодня путем своего голосования. Точнее не мы, а те депутаты, которые были в прошлом СОЗОВе. Дальше я... Две секунды. Две секунды. Я перехожу дальше. Заканчивайте мысль. Заканчиваем мысль. Значит, я думаю, что надо принять закон о электронном голосовании и прекратить тратить сумасшедшие деньги на выборы, на все эти бюллетени, комиссии и так далее. Спасибо. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. Встретимся через несколько секунд в следующем раунде. В этом раунде каждый получит по две минуты из десяти предложенных. В этом раунде вы должны отвечать на вопросы модераторов дебата. Господин Драган, вопрос. Как вы относитесь к смене власти насильственным путем? Насильственным путем? Да. Почему насильственным? Ну, я считаю, что сегодня должен быть сход смена власти, сход граждан ГГУЗИ. Я считаю, что обязательно, особенно Ирину Федоровну, влах надо поменять. Почему? Потому что это госпожа. У нас сегодня все под себя все подминает. Так скажем, и бизнесы увеличилась, увеличилась доходы ее братца. И проблемы больше в ГГУЗИ появились по сравнению с то, что было раньше. Это что имеется в виду? Жители сел, городов не стали богаче, стали беднее и стали больше уезжать из нашей ГГУЗИ из-за того, что у нас сегодня только преследуются личные какие-то интересы. И я бы хотел, в первую очередь, чтобы был у нас импичмент Ирины Федоровны, влах. А потом здравоохранение поменять, потом также поменять прокуратуру всех полностью от А до Я. Соответственно, судей. Я считаю, что вот тогда у нас начнется и нужно будет новых сотрудников, новых людей, ставить на эти должности. И, соответственно, я думаю, будут перемены у нас в ГГУЗИ. Спасибо. У вас еще 40 секунд есть. Если хотите, мы продолжим. Я хотел бы еще... Да, пожалуйста, конечно. И очень бы хотелось бы сильно, чтобы убрали, так скажем, как Степан Георгиевич сказал о том, что в райисполкоме убрать по максимуму сотрудников, не 1500 сотрудников, и каждого сотрудника выделяется по 12 тысяч и более лей на питание. Я считаю, что данные средства нужно перенаправить в детские сады, школы и так далее. То есть это мое сугубо личное мнение. Спасибо. Есть еще у вас? Нет, все, можем дальше. Спасибо. Аналогичный вопрос, господин Нейкочин. Как вы считаете, как вы относитесь к смене власти насильственным путем? Во-первых, любое развитие предполагает два пути. Первый — эволюционный. Когда происходит смена эпохи естественным путем, мы это знаем по истории, робовладельческий строй сменился феодальным, феодальным крепостническим, затем наступила высшая стадия, потом социалист-коммунизм, потом вернулись обратно в капитализм. И есть революционный путь, когда верхи не могут, они низы не хотят. Вот сейчас в Гагаузии наступил, я продолжу мысль Семена Ивановича, наступил тот самый момент, когда требуется революционная смена власти в Гагаузии. Почему? По одной простой причине. За 27 лет в Гагаузии фактически, которое я как участник, и вы помните, Валентина Даниловна, помните те события 90-х годов, когда здесь на площади перед вашим зданием собирались по тысячи, 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч человек собиралось и требовало провозглашения Гагаузской республики. Тогда никто не думал, что спустя 30 лет Гагаузия окажется в руках одной партии, в руках одного политика, в руках нескольких монополистов, которые сегодня облекли гагаузский народ, а на эмиграцию, чтобы народ уехал, б на жалкое существование, в на бесправие в политических областях. И сегодня я повторюсь, что даже на гагаузском телевидении сегодня мы имеем мнение одного человека. Это башкан Гагаузии, это исполком и больше никого. Либо тех людей, которые сегодня приближены к исполнительной власти. Сегодня Гагаузии нужна революционная смена власти. Я не говорю о кровавой революте. Но если мы не сделаем то, что происходит сегодня в Кишиневе, когда полностью меняются все кадры, увольняются все, кто пришел еще 10, 15, 20 лет назад, мы ничего не изменим. Сегодня нужно ломать все для того, чтобы начинать с нуля. Спасибо. Вы мне помогаете, да? На самом деле мне понравилась речь и вполне поддерживаю. Уважаемый господин Перрон, аналогичный вопрос, чтобы у всех была возможность вашим избирателям сравнить ваши ответы. Итак, как вы относитесь к смене власти насильственным путем? Две минуты. Если ответите лаконично, я могу еще следующий вопрос задать. Да. Ваше право. Значит, попытаюсь лаконично. Перед тем, как прийти на вашу программу, я просмотрел, что такое государство, сущность государства. И вы знаете, я словил себя на одной мысли, что государство это инструмент насилия. Подавление. Подавление и все, что хочешь. Но инструмент насилия. Если государство насилует собственный народ, то народ имеет точно такое же право по отношению к государству поступить. Да, это незаконодательно, это незаконно, но это справедливо. То, что происходит сегодня, это как раз тот инструмент, который будет четко работать и власть поймет, где его место. Власть должна быть слугой народа, а не народ слугой власти. Спасибо. Еще один вопрос. Назовите трех пятерых человек, которые вы считаете членом своей команды, и с которым вам бы захотелось работать в случае вашего избрания. Из моей команды будущих кандидатов? Да. Я бы хотел с Виталием Ивановичем Кирчевым поработать. Я знаю, что у парня есть очень хороший потенциал. Очень хороший. Я бы хотел работать с, скажем, этим, ой, фамилию позабыл. Чим Паешем хотел бы работать. Я скажу, к нему нестандартные отношения. И я имею тоже какие-то вопросы, но мне нравится его настойчивость, и человек не боится высказать свое мнение. Мне бы хотелось поработать в этом народном собрании Тарнавским. Я вижу в нем непогашенный потенциал. То есть он еще может быть полезный для Гагаузии. Вот. Я неплохо увидел потенциал кандидата из Буджака. Панова, Саша. Я вам скажу, неплохо выглядит парень, и соображает неплохо, и как бы знает, зачем он туда идет, и что он хочет сделать. Вот приблизительно с этими людьми я бы хотел работать. У вас еще три секунды, могу задать вопрос. Да, пожалуйста. Назовите те проблемы, которые по силам решить в народном собрании. В народном собрании можно решить самую главную проблему. Называйте и время обучения. Самую главную проблему – это объяснить, что за орган народное собрание. Спасибо. Потому что народ не знает, что за орган народное собрание. Спасибо. Я благодарю вас. Очередной раунд завершился. Не переключайтесь, встретимся в следующем раунде. Следующий раунд предполагает для вас, уважаемые кандидаты, по 5 минут. Вы можете задавать вопросы своим оппонентам. Этот раунд предполагает дискуссии. Согласно жеребьевке господин Роган, вы первым можете задать вопрос любому из ваших оппонентов. Для вашего удобства я напоминаю, что на экране есть таймер. Вы можете наконеченно 5 минут использовать для того, чтобы задать вопросы, для того, чтобы оставить себе время ответить на вопросы оппонента. Я извиняюсь, то есть все вопросы могу изложить сразу или излагаю… Вы можете задать по очереди, вы задаете вопрос, потом они отвечают, и чтобы вы могли ответить на те вопросы, которые вам зададут оппоненты. Спасибо. Я хотел бы задать вопросы Василию Савычу. Как вы думаете бороться с многолетним, так скажем, кражей на доле имущества жителей села Кирсова? И как с этим бороться, и как вы думаете, что нужно для этого, чтобы решить данную проблему? Первое, я упомянул это в программе, что это вопрос не только села Кирсова, не только 26 округа. Это проблема всех населенных пунктов Гагузии. Потому что у нас были самые крупные колхозы и совхозы на юге. Это колхоз Маяк, который имел валовый оборот 26 миллионов леев. Его имущество исчислялось суммой примерно 60 миллионов. И сегодня вот эта сумма 60 миллионов, еще 30 миллионов винзавод, это 100 миллионов в общей сложности, оказалось в руках 28 средних, мелких и крупных латифундистов, 7 миллионов владельцев. Тогда возникает вопрос, а где 2400 колхозников, которые работали в колхозе Маяк и зарабатывали, начиная с 1946 года, когда образовались первые три колхоза, куда делалось их имущество? Его украли и не довели процесс до конца. Процесс программы ПМИН, процесс создания народного капитализма в сельском хозяйстве не был доведен до конца. Нужно в срочном порядке создать комиссию из числа депутатского корпуса, с привлечением специалистов из полкома, с привлечением правоохранительных органов, которые должны разобраться, кто украл у имущества людей. Вы очень часто поднимаете эту тему, и она правильная. Потому что люди десятилетиями трудились на земле, и сегодня несколько человек говорят, это наши. Простите, а где же тогда труд моих родителей, не труд ваших родителей? Спасибо. Я извиняюсь, там вопрос не был. Что бы вы сделали для того, чтобы сменить и решить данную проблему? Это то, что мы сегодня... Да, это долгая судебная тяжба. Мы должны признать имущественную долю общегагаузским государственным долгам. И должны заставить лидеров через изменение закона о землепользовании и закона о сельхозлидеров вернуть поэтапно, вернуть имущественную долю людям. Потому что понимаю, что многих лидеров уже нет. Многие фирмы закрылись. Многие преднамеренно обанкротили свои фирмы и исчезли вместе с капиталами. Этот долг должна взять на себя гагаузская автономия. Виновные должны быть наказаны. Спасибо. Теперь вы имеете право задать... У меня вопрос к Степану Георгиевичу. Поскольку это по профилю Степана Георгиевича, вы были руководителем этого заведения. Как нам избежать такой оказии, что каждая новая власть подменяет общественную компанию, на которую мы тратим миллионы. В данном случае общественная гагаузская компания это 6,2 миллиона. Вести гагаузи это 2,4 миллиона. Они сегодня являются рупорами одного человека и одной партии. Что нужно сделать, Степан Георгиевич? Пока не прекратится финансирование одним лицом, не будет общественной компании. Финансируется одним рочерком Башкана. Вот получаете финансы, не нравится поведение ваше, вы не получите деньги. Этот шантаж шел не один год. Не один год. Последние годы это очень наблюдается. Ярко. Поэтому я считаю, что деньги, я говорил, сказывался на радио, могу повториться и здесь. Я считаю, что деньги, которые поступают в компанию, они должны попадать в компанию путем защиты проектов. То есть как в виде гранта. И должен быть социальный заказ. Социальный заказ, какие программы нам необходимы, в каком количестве, какая продолжительность, какая тематика этих программ. Для того, чтобы люди имели возможность получить объективную информацию. Более того, юридически повысить свой уровень. Более того, культурную свою позицию должны показать. Потому что, как это телевидение, должен быть как воспитатель. То есть воспитывать культурное наследие этого народа. Потому что, если бы... Для этого и создавал. Да, изначально оно было приблизительно так и сделано. Создавали именно для этого. Почему не получилось, я скажу. Вот я возглавлял три раза компанию. Да, короткие перевозки, но три раза. И все три раза я приходил и понимал, что все время речь идет о деньгах. Но никогда не говорилось о том, давайте сделаем более качественное, более агрессивное. Может быть, даже иногда и власть надо критиковать. Вам прикинь. Да, то есть нужно интересное телевидение создать, радио интересное создать, чтобы люди вас слушали. А если все время выполнять указания власти, то не обижайтесь. Было же 6,5 миллионов, было и 8,5 миллионов. И я думаю, 20 миллионов дадим. Ничего не поменяется, потому что совсем по-другому нужно строить это телевидение. Я считаю, что каждую программу, коллектив этой компании и даже те, которые будут и извне участвовать в этих тендерах, они должны его выиграть. Они должны показать лучшее качество этих программ. Тогда какая-то конкуренция будет. Тогда есть смысл вот этот большой общественное телевидение, которое мы называем общественное телевидение, получить массовую информацию с разных источников, с разным, скажем так, предоставлением своей позиции. То есть должно быть интересно. Потому что все время, когда делается в одной компании, люди не виноваты, если честно. Они делают эту работу, потому что им поставили время, как положено. Сетка вещаний есть такое понятие. Ее надо заполнить. Поэтому они пытаются ее заполнить, как требуют, требуют, требуют. В этот период теряется самое главное – качество. Вот это качество я вижу только путем программного телевидения. Только программного. Гранты, социальный заказ. И участие от страны. Кстати, при Анне Харлампировне, которая понимала, что мы ей предлагали, когда она была представителем Народного собрания, мы ей дали закон о социальном заказе. Она положила его под сухну. И так и ушла с Народного собрания, не показав этим депутатам, что есть такой закон. Если бы он работал, мы бы уже где-то лет 10 имели совсем другое отношение. Я вам больше скажу. В законе о предприятиях и предприятиях абсолютно отсутствует понятие общественное телевидение. То есть я даже не могу сказать, как правильно это телевидение оформлено юридически в реестре. Вот и только из-за того, что непонятно, какой ребенок родился, непонятно, что с ним делать. Как с ним работать. У нас же зато повышенная рождаемость. Есть еще время. Ну, у вас осталось минуты 13. Такое ощущение, как вы кандидаты в общественную кампанию. Давайте о Народном собрании будем говорить и о работе депутатов. Давайте на Народном собрании. Мне задали вопрос просто конкретный, поэтому я буду. Вы дискутируете, я модератор. Я только слежу за вашим временем. У вас осталось минуты 13. Вы можете задать вопрос любому из ваших оппонентов. Ну и оставите, если есть вопросы, еще к вам. Пожалуйста. У меня всего минуты осталось? Минута 13. Ух ты. Ну, 13 минут я использую грамотно. У меня с сидящим коллегами здесь нет вопроса, потому что они не были депутатами Народного собрания. Поэтому, как говорится, как с гуся. А вот моему тезке, полному тезке, почти полному тезке Степану Георгиевичу Сарюгу, у меня есть вопрос. У меня есть вопрос. Почему вы идете сегодня третий раз в Народное собрание? Что вы такого сделали, что вы такого сделали для улучшения жизни населения Кирсова и всей Грузии, что вы взяли кредит еще на третий срок? Я другом. Дальше. Значит, почему вы голосовали за то, чтобы оставить детей в школах без питания? Видите, все соглашаются со мной. Почему в Кирсове на протяжении многих лет, я вот даже написал себе, неприятно пахнет на нижних улицах Кирсова, неприятно пахнет, потому что Ялбук превратился в канализацию. Ничего не делается ни на уровне села, ни на уровне автономии. То есть, являясь депутатом, этот вопрос легко поднять и решить. Спасибо. Да, использовал, да? Да, вы использовали свои пять минут. Господин Роган, у вас 4,25 и 2 минуты 16 или 18 минут. Ваши господины Игоревичи, пожалуйста, вы можете задать вопрос тоже. Нет, у меня непосредственно есть к Сариоглу. Или выставить реплику. Это ваше время используете? Я хотел бы непосредственно предыдущему, так скажем, незаконному депутату, это мое мнение, поставленному определенными лицами незаконно, я так считаю. Я считаю, что Сариогла Степан отсидел свои 8 лет просто так. Он в Суперденде играет, там в телефоне, но никак, то есть, он, идя туда, он не решает проблемы жителей республики нашей Гагаузии, Гагаузской автономии. Он решает только свои проблемы. Он пишет о том, что он будет защищать автономию. Каким способом, я не знаю. Да, уже все сдали, продали, налоговая ушла в Кагул, антикоррупция туда, прокуроры с теми, карманы определенной, таможня ушла отсюда. То есть, у меня вопрос, как он собирается защитить автономию и от кого? Это первый вопрос. Рабочие места на протяжении 8 лет не создавалось. Он предлагает жителям Гагаузии нашей автономии и также нашим жителям села Кирсово, что он будет обеспечивать жителей села Кирсово рабочими местами. Мне, насколько известно, у него есть порядки 4,5 гектаров земли орешника. Наверное, он хочет предложить им, чтобы они только сезонно 2 недели убрали орехи, почистили их и сдали куда надо. Ну, наверное, он уже сам сдаст. Это, наверное, его рабочие места на 2 недели только. Но на протяжении 4 лет, которые будут люди, так, извините меня за выражение, Степан Сарегл будет лапшу на уши вешать, я убежден, что данный человек непосредственно в заблуждение вводит жителей села Кирсово и также всю Гагаузскую автономию. Мне интересно развитие инфраструктуры. Что он сделал для развития инфраструктуры? Даже возьмем у нас в селе детских площадок нет. Болгарская сторона, большая часть жителей с северной стороны, большая часть сами. Гагаузская сторона, южная сторона, у нас тоже сами, частично при Марии. Что он сделал для инфраструктуры жителей, для этих детишек, игровые площадки. Даже элементарные вещи, которые у нас есть в кавычках Камулхоз. И есть такой, Стойнов Вячеслав, которому передали в частную компанию вводу, которая у нас стоила 1,885,000, если мне не изменяет, это грант был. Когда вот было у Степана Георгиевича Кважина, который он предлагал 7 ле и чистая вода, белая. Сегодня у нас за гранты, которые выделили Евросоюз, у нас стоит 10 ле и это буркутная вода, которую невозможно применять в пищу. То есть готовить, пить, даже купаться, можно заболеть. Я считаю, что данная вода и данные средства были, наверное, я предполагаю, что нецелесообразно были выработаны, не знаю, как правильно выразиться, наверное, были распределены не те русла. Частная компания, которая у нас сегодня есть, она у нас копает скважину и белую воду 400-450, максимум 500. Все зависит от того, какой насос и глубина. То есть, насколько мне известно, Степан Георгиевич, скважина была в размере 700-800 тысяч, и это одна из самых глубоких и дешевых скважин, которые были предложены Степаном. Ну, это не моя личная, это была общественная организация. И, соответственно, я хотел бы задать, как он собирается, у него на предвыборных там есть, что якобы он будет бороться с экологией. У нас, как он собирается избавиться, если он не избавился от проблемы, которые сливает город Камрад, всю канализационную, все канализационные, так скажем, отходы в река Ялпук, и поставил своего же родственника, чтобы ответственный был за все леса. Выпилили все леса, выпилили все лесполосы, соответственно, сами же и потом при Марии продают жителям за 200-300 лей за кубометр. Я считаю, что данная ситуация должна иметь место быть расследованию и привлечь в полицию, но хотя она сегодня с ними. И я думаю, что нужно возбудить в отношении данного предыдущего депутата уголовные дела. Спасибо. Вы свои 5 минуты расходовали. Господин Никович, у вас осталось 2 минуты. В том числе и на обращение. Нет, нет. Итого из 10 минут вам осталось 3 минуты, 18 или 16 секунд. У меня тоже один вопрос к господину Саревоглу. 4 года назад господин Саревогла шел под тремя розами. Это символ демократической партии. И цена господина Саревогла составляла около 400 тысяч леев. 20 тысяч долларов. Нет, 20 тысяч евро. 20 тысяч долларов. Я знаю, о чем говорю. Потому что их тогда покупали, как баранов, как большинство. Сегодня он идет под символом серб, молотья звезда. Степан Георгиевич, глядя на меня. В 91-м году запретили компартию. И не даст собрать Степан Георгиевич Перрон. Я ее возрождал. В подполье один. Так, если я коммунист с 84-го года. Если вы коммунист, тогда я кто? В 84-м году я вступил в коммунистическую партию. В 91-м я ее возродил. В 96-м я был доверенным лицом президента Воронина. В 98-м я был депутатом от партии коммунистов. Сегодня вы без зазрения совести пошли под символом звезда с сербом и молотом. Только чтобы быть во власти. Это потому что у вас 4 места работы? Потому что вы акционер двух акционерных обществ? Потому что вы заработали вместе с своей семьей почти 900 тысяч за 2 года? Есть у меня данные. У вас еще есть время. 50-40 секунд. Знаете, уважаемые земляки, ну, наверное, не стоит нам голосовать за тех депутатов, как сказал Степан Георгиевич, сидящий рядом, которые оставили сегодня детей без питания. Потому что именно Саревова оказался одним из 19 депутатов, который сегодня оставил наших всех детей без питания в школах. наши села без освещения. Наши села оставили и города без капитального строительства. И я считаю, что 8 лет просиженной господина Саревова в стенах Гагаузского парламента это безнадежно потраченное для Кирсова время. Ни один проект, ни один грант, ни один закон, ни одна буква им не было написано. Поэтому давайте голосовать, давайте будем думать, кому мы отдадим свой голос. Спасибо. Обращение к избирателям от наших кандидатов села Кирсова. Увидите, уважаемые телезрители, через несколько секунд. Не переключайтесь. Каждый из вас имеет по одной минуте, я думаю, самой главной минуте, в которой вы, глядя через наш объектив, вашим избирателям обращаетесь. Итак, господин Драган, пожалуйста, ваша камера, ваша минута. Я хотел бы для жителей села Кирсова улучшить жилищные условия. И хотел бы, чтобы они доверили мне данный пост народного собрания, депутатов народного собрания. Я хотел бы улучшить для детей, для бабушек и дедушек, и для людей с ограниченными возможностями жизнь. Я хотел бы для жителей дать рабочие места и действительно улучшить инфраструктуру для села Кирсова. И хотел бы, чтобы они доверили четыре года моё... Не знаю, как сказать, но на самом деле я волнуюсь немножко. У меня много есть просто вопросов. Последнюю фразу. Доверились четыре года, что я оправдаю их доверие, что я выполнил свои обещания в течение четырёх лет, то, что я высказал. Спасибо. Меня на самом деле другое благодарно. Ну, наверное, самое главное – это беседа глаза в глаза с избирателем. Господин Никовичин, ваша минута. Уважаемые земляки, я не имею больших средств и напечатал всего лишь 300 листовок. Может быть, кому-то она попадёт, кому-то нет. В ней я достаточно подробно изложил, что я хочу сделать, в частности, для нашего округа и для Гагаузии. В Кирсово – это навести элементарный порядок. А для этого нужно подготовить смену власти. Нам нужно в срочном порядке заменить власть. И совет, и исполнительную власть. Пока мы этого не сделаем, мы не начнём наводить порядок. Второе. Я обращаюсь к болгарам села Кирсова. Уважаемые сонародницы. Сегодня, к сожалению, права болгар, равно как и права 20% негагаузского населения в народном собрании в структурах исполнительной власти не представлены. Я иду в народное собрание, чтобы стать тем, кто будет говорить от вашего имени. Мы не можем допустить сегодня гагаузского национализма и национализма вообще. Спасибо. Ваше время истекло. Господин Перрон, ваша камера. Уважаемые избиратели, я свою программу представлю вам в ближайшие дни. Я прошу, чтобы вы с ней ознакомились, изучили, что будет непонятно, вы знаете, где меня найти и спросить. И добавьте в эту программу. Я буду очень рад, что инициатива идет от вас, и можно будет что-то полезное сделать, которое людям нужно, а не то, что мы, в свою очередь, когда составляем программу, может быть, не можем учесть, потому что не знаем всех тонкостей. Я хочу, чтобы от вас была инициатива. Это первое. Второе. Я хочу, чтобы село Кирсово было услышано в народном собрании, полным ростом услышано, потому что в последние годы, к сожалению, в народном собрании голос депутата Кирсова не был слышен. К сожалению. Я хочу, чтобы вы выбрали достойного. Я не буду агитировать за меня или тех людей, которые здесь сидят и так далее. Выберите, чтобы вам не было стыдно за то, что вы имеете этого депутата в народном собрании. Спасибо. Уважаемые кандидаты, вы использовали, каждый из вас использовал по 10 минут. Я благодарю за участие в наших предвыборных дебатах. А вам, уважаемые телезрители, говорю до встречи завтра в прямом эфире на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова